Ну а пока обсудим эту ситуацию с нашим гостем, у нас в студии Андрей Басов, генеральный директор русской пароходной компании «Напаях». Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, насколько вообще ужасающая ситуация вот с такими старыми кораблями в речном пароходстве? Ну вы знаете, вообще-то нового флота с конца 80-х годов Россия не получала, именно пассажирского флота. Изначально надо сказать, что флот вообще никогда пассажирский на территории СССР не строился. Мы проектировали, мы создавали, но все строилось в СЭВе. Нам помогали югославы, поляки, чехи. То есть опыта пассажирского строительства, пассажирского флота Россия как такова не имеет. Но за исключением, наверное, личного теплохода Сталина. Ну а тем не менее, почему не обновлялся парк? То есть могли же покупать сейчас и за границей. Деньги есть. Ну, к сожалению, таможенные барьеры, которые ставит государство для обновления, нам непонятны. Ну, купить за 5-7 миллионов евро... Не страль? Можно, например, за бешеное количество миллионов купить. А купить за 5-7 миллионов поддержанное судно в Германии, при ввозе сюда заплатить 18% НДС, плюс 5% пошленный налог, плюс оплатить транспортировку, страховку и все прочее, получается в конечном результате, что современным судовладельцам не всегда это выгодно и по карману. Всегда не выгодно, наверное. Ну... И, то есть, работают практически все на старых судах? Ну, самое молодое судно – это конец 80-х прошлого века. Ну, то есть как бы нам, к сожалению, нужно сейчас научиться привыкать к ожиданию таких трагедий. Я бы так не сказал. К счастью, начиная где-то с 2004 года, даже 2003-го, началась реконструкция судов. То есть судовладельцы, понимая, что купить новое судно при политике государства такое невозможно, они начинают реконструировать суда. Реконструкция... Наверное. Тем не менее, у этого судна реконструкция была 30 лет назад? У этого судна вообще не было реконструкции. А, вообще не было. Только ремонт был 30 лет назад. Да. Видимо, текущий ремонт. Причем текущий. Не капитальный, а текущий. Реконструкция подразумевает под собой все-таки обновление. В большей степени. Ну, к примеру, когда мы реконструировали судно, мы из 300 пассажирских мест сделали 150. Это уже увеличение спасателей, увеличение площадей и гораздо больше требований современных, которые мы приносим. Тот же кондиционер, о чем мы слышим на южных маршрутах постоянно. Но я бы не сказал, что проблема с сегодняшней трагедией только в устарелости флота. Флот, который мы получили в наследство от СССР, он... Плохое слово, но оно подходящее, долгоиграющее. Изначально суда строятся в расчете 25-40 лет. Но потенциал того строительства, он гораздо выше. Даже корпуса, которые были построены в 60-х годах, сейчас соответствуют нормам. Это умение строительства и умение... Но, насколько мы понимаем, вот именно на этом судне были нарушены абсолютно все нормы. Там были заварены люки, там были неправильно расположены какой-то груз, там, да, недолито топливо, поэтому был крен, даже когда они выходили из порта. Ну, я не готов ответить, готов, наверное, следствие разъяснить все вопросы, но здесь стечение всех обстоятельств в одно. Человеческий фактор, погода и устарелое судно. И огромное количество народа, которое не должно было находиться на судне. Это и здесь человеческий фактор, кто дал разрешение совершить перезагруз. Если судно рассчитано на 120 пассажиров, 200 на борту – это огромное количество. Андрей, ну это же важный момент, на самом деле. Это форс-мажор или это то, что должно было в итоге случиться, когда не соблюдаются элементарные правила? Или все-таки здесь совпали вот все факторы, и такого больше не повторится, ну, еще 30-40 лет, если даже все останется на том же уровне? Ну, вообще история такова. Пассажирский флот, к счастью, не настолько аварийный. За все время на реке, вот я беру реку... Но у нас в основном пассажирский флот все-таки речной. Да, морской мы распродали в момент приватизации. И этот флот мы тоже теряем, если... Но мы его теряем просто, потому что это естественные убылини, потому что... Или распродают, и... То есть такие развалины все равно покупают? Конечно, конечно. Я думаю, что здесь все-таки это стечение вот этих... таких коварных обстоятельств в одну точку. Действительно, халатность на реке есть. И она существует, и с ней борются. Борются не только государственные органы. Мы, как судовладельцы, тоже неоднократно выступаем и говорим, что нужны необходимые дополнительные меры. Но я считаю, что все-таки это стечение всех обстоятельств. Последние подобные трагедии, их даже и не вспомнить. Не, ну, было несколько трагедий, на самом деле, за 10 лет. Суворова теплоходы, это в советские времена, когда он прошел не под тот мост и погибло более 200 человек. Советские времена? Да. Мы говорим все-таки о новейшей. Но новейшей истории такого размаха, такой катастрофы не было. Были столкновения, были мелкие аварии. Ну, расскажите, пожалуйста, вот сейчас последствия какие будут? Пошумят и забудут, как, например, было, к сожалению, с хромой лошадью в Перми сгорел клуб, да, где не соблюдались правила пожаротушения, пожарной безопасности. Всех прошерстили махом, собрали, что называется, наличные и спокойно работают дальше. Я думаю, что шерстить начнут всех, результата глобального я не ожидаю. Прокуратура уже сделала официальное заявление, что проверят все компании и все суда. Если у нас президент заявляет, что надо тотально проверить пассажирский флот. Ну, а его проверят, но ведь с другой стороны, если будут проверять, ну, хорошо, там, лицензия есть практически у всех, да, просто так бы они же не ходили бы без лицензии. Ну, видите, выясняется, что некоторые ходят и без лицензии. Понимаете, тут очень, гораздо больше вопросов, чем ответов в данной ситуации. Кто разрешил выход? В каждом порту есть диспетчер, есть капитан порта, есть масса служб, которые обеспечивают движение. Кто разрешил? Почему это судно идет? Мы же понимаем, что, наверное, такие вещи покупаются тоже. Ну, я не могу утверждать, но, предположим, работая на маршрутке... Ну, если покупаются права на вождение автомобиля, почему не купить права на вождение теплохода? Ну, вы покупаете права на вождение автомобиля для собственного удовольствия, а права на вождение теплохода – это главная боль. Ну, вот, понятно, что люди, когда садятся на теплоход речной, да, идут в круиз, ну, до сих пор, я не знаю людей, которые бы как-то боялись, да, этого. Но это было все-таки безопасно в сознании человека. Сейчас изменится, скорее всего, ситуация, по крайней мере, первое время люди будут... Ну, сегодня мы уже это ощущаем. ...паниковать. Вы уже ощущаете. Каким образом? Ну, есть звонки от агентств, есть это непосредственно от наших старых клиентов, кто притормаживает, кто снимает путевку, кто задумался. Нет, рынок это ощутит. Но я думаю, что это будет кратковременное ощущение, потому что, к сожалению, наш турист, он самый рисковый, наверное, в мире. Ну, вот, живой пример. У нас возвращалось судно из Санкт-Петербурга и попало в сильную волну в Ладоге. Капитан принял решение развернуться и вернуться в порт, что вполне логично. Все, что мы услышали на следующий день, а почему мы не попали на Валаам? То есть, иностранный турист тут же говорит, да, огромное вам спасибо, вы нами не рисковали. Наш турист заявляет, нет, вы сделайте что-нибудь, я все-таки деньги заплатил. Давайте послушаем, что говорят официальные лица. Нашему корреспонденту Илье Васюнину удалось взять интервью у полпреда в Павловском округе, полпред-президента Григория Рапота. Давайте послушаем. Спросим со всех, кто к этому имел отношение. С кого спрашивать будете? С кого спрашивать? Здесь руководитель Следственного комитета, здесь ведется большая работа сейчас правоохранительных органов. Вот и будем спрашивать тех, кто это допустил. Погибели каждого человека, каждого человека. Это ваше отношение такое? Сегодня на место прибыл представитель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. Он провел заседание коррекционного совещания с участием представителей МЧС, МВД, Следственного комитета. В настоящее время изъяты необходимые документы в ООО «Арго-Вечтур», по результатам изучения которых будет принято решение о виновности должностных и иных лиц. А это уже говорил после работы, говорил начальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь Панчин. Ну вот скажите, пожалуйста, Андрей, опять же такие размытые фразы. Следствие выяснит, мы будем следить за развитием событий, и все ответят. Кто ответит? Я боюсь, что ответят капитаны экипажа. Ну, опыт показывает, что в конечном результате всегда отвечает стрелочник. А вот на подобном судне должны же быть спасательные жилеты в количестве... Предусмотренных пассажиром вместимостью. Ага, то есть 170 в данном случае. Ну, 120 плюс экипаж. Да, 120 плюс экипаж. Потом должны быть какие-то ведь еще, наверное, соблюдены правила. Помимо того, что каждый персонально вооружен спасательным жилетом, есть спасательные средства общего назначения. То есть это боты, шлюпки, плоты и все прочее. Слушайте, говорят, что за три минуты затонуло судно. Вообще могли они действительно воспользоваться? А вас не удивляет, что почему-то 23 члена экипажа выжили? Вот это следующий вопрос. Почему выжил почти весь экипаж? Значит, по какой-то причине экипаж чувствовал то, что происходит, и не принял необходимых мер для обеспечения безопасности туристов. Не было совершенно никакого объявления по радио. Я не думаю, что... А что в таких случаях должно происходить? Вообще объявляется тревога. Экипаж, отработанный экипаж, знает свои действия. И в первую очередь, вообще это предписано правилами нашими, это спасение людей. Во вторую очередь, ты уже спасаешься сам. Есть такой романтический стереотип, что последним покидают тонущий корабль, по крайней мере, капитаны и его помощники. Здесь получается, что он первым покидал корабль? Ну, непонятно. А это выполняется? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что это не выполняется. На моей практике я видел не такие аварии, но видел, но люди выполняли то, что им положено. А скажите, вы можете, вот сейчас на вскидку, какой процент судов, если, не дай бог, что-то происходит, тонут за 3-5 минут? Ну, на моей практике подобного не было, потому что здесь слилось воедино, ну, наверное, все самое-самое отрицательное и негативное. Судно вообще, нормальное судно, ну, должно иметь плавучесть хотя бы минут 10-15. Даже в том состоянии, в том, что мы видим на сегодняшний момент. Элементарно не закрыты иллюминаторы. То есть не выполнялись самые элементарные шаги, которые необходимы. Первый вопрос, почему судно с таким разрешительным нормам осадки вышло в такую погоду? Ну, говорят, что даже и пассажиры, и команда просила капитана не выходить, да, и вернуться, потому что такой крен был видимый. И тем не менее, капитан все-таки, как говорят, с кем-то переговорив, там, я уж не знаю, с кем принял такое решение. Но все-таки принимает решение же капитан, наверное. Да, и ответственность во время движения несет только капитан. А сколько процентов снимут сейчас с воды кораблей, на ваш взгляд, судов? Вы знаете, снять корабли вот в данную секунду будет очень сложно. Они же все работают на линии. Ну, после проверки. Я думаю, что к осени, да, какие-то результаты будут. Но эти результаты не повлияют на ту картину, которую мы ожидаем. До тех пор, пока государство не повернется лицом к отрасли, мы ничего не увидим. Спасибо. Андрей Басов, генеральный директор русской пароходной компании «Напаях».